Эмми МакКаллах Штурмы вершины. «Дыши!» Холодный воздух наполнил легкие. Ощущение было странным. Когда она представляла, как будет дышать здесь, то предполагала удушья. Может, как когда тонешь. Но все оказалось не так. Ветер с удовольствием покусывал открытые участки щек между воротником и солнцезащитными очками и сильными порывами грозил свалить с ног. То есть воздух здесь есть. Только он делает не то, что должен. Как же она устала. Сесили пробиралась сквозь снег, но мышцы отказывались работать. И не только мышцы, но и кровь. И легкие. И мозг. На самом деле все было просто. В воздухе недоставало кислорода. Присутствовала лишь треть от того количества, что требовалось организму. Высотомер показывал, что она все еще находится выше 8000 метров, в зоне смерти. Альпинистский термин, которым обозначаются высоты, от примерно 8000 метров над уровнем моря и выше, либо высоты, на которых атмосферное давление ниже 267 миллиметров ртутного столба и уровень кислорода в воздухе недостаточен для поддержания жизни человека. Он идет за мной? Она резко остановилась и оглянулась. Силуэт в нескольких метрах над ней. Он преследует ее, разрушая своими тяжелыми шагами девственный снежный покров. Но нет. Девушка поморгала и поняла, что это тень облака на склоне горы. Теперь, когда мозгу не хватает кислорода, нельзя доверять даже глазам. Он идет следом или ждет внизу? Сесили не подозревала, что сердце может биться еще быстрее, но, оказалось, может. Оно буквально скакало галопом. Дыхание ускорилось. Сесили судорожно втягивала в себя разреженный воздух. Голова кружилась. Какая разница, где он? Выше или ниже? Сейчас нужно думать о том, как выжить. Она пошла с той скоростью, на которую была способна. Всего один неверный шаг отделял ее от пропасти глубиной в тысячу метров. Фантомные шаги не отставали. Надо побыстрее спуститься с горы. И ей придется сделать это без чьей-либо помощи. Набросок первый. «Четырнадцать чистых вершин». Краткий биографический очерк об альпинистской легенде. Автор Сесили Вонг. На уровне моря Чарльз Маквей такой же, как все остальные люди. Но приведите его в зону смерти на высоту более восьми тысяч метров, и он превращается в супермена. Когда, ставить дату, он поднялся на вершину Монаслу, то достиг того, что многие считали недостижимым. Покорил четырнадцатую из самых высоких гор в мире за один год. Без кислорода и веревок. Упрочил свою позицию величайшего в мире среди ныне здравствующих альпинистов. Но куда больше вдохновляют спасательные операции, которые он совершил на этом пути. На Тхау-лагере, третьей горе в списке, Чарльз возглавил спасение двух братьев-итальянцев, застрявших над четвертым лагерем. Пока он спасал одного брата, другой скончался от полученных травм. То, что удалось спасти хотя бы одну жизнь после того, как эти двое провели ночь при низкой температуре и в разреженном воздухе, само по себе близко к чуду. Никто не выжил бы, если б у Чарльза не хватило сил при спуске повернуть в обратную сторону и двинуться вверх из третьего лагеря. На то, чтобы добраться до них, у остальной части спасательной партии ушло почти четырнадцать часов. Могло случиться так, что они не успели бы. Эта спасательная операция, а также спасенные жизни на Эвересте, Броудпик и Чо-Ойю, сделала Чарльза объектом пристального внимания мировых СМИ. Но что заставляет человека идти на такие экстремальные испытания? Мне повезло подняться вместе с ним на его последнюю в списке вершину, Манаслу, чтобы выяснить это. Вставить интервью, когда получу его. Глава первая. В тесном гостиничном номере, высоко над завешанными молитвенными флажками улицами Тамеля, главного туристического района Катманду в Непале, Сесили захлопнула крышку своего ноутбука. Вступление к статье ей не нравилось, но чтобы успокоить натянутые нервы, она решила записать хоть что-нибудь. Гораздо проще привести в порядок уже написанное, чем смотреть на пустую страницу. Раньше она считала, что пустая страница – это самое страшное. Сейчас же, благодаря Чарльзу Маквею, ей предстояло столкнуться с чем-то более ужасным. С зоной смерти на восьмой по высоте горе в мире. Голова гудела после вчерашнего похода в Том и Джерри. Имеется в виду местный бар. Сесили не хотела много пить, но один из новых товарищей по команде, американец Зак, решил проставиться. И похмелье выглядело малой ценой за установление дружеских связей. В этой экспедиции она должна постоянно держать себя в форме, а тут с самого начала пошла в разнос. Резкий стук заставил ее вскочить. Сесили открыла дверь и впустила в комнату руководителя экспедиции Дуга Манерса и старшего проводника Шерпу Мингму-Лакпу. Шерпы – народность, живущая в восточном Непале, в районе горы Джамалунгма, а также в Индии. Днем раньше они встретили ее в аэропорту. Дуга легко было узнать в толпе по копне серебристых волос на фоне загорелого лица. Однако сегодня он почему-то сутулился и выглядел усталым. Совсем не таким, каким она рисовала его себе. Не отважным альпинистом-первопроходцем, не легендой британского альпинизма. Сесили много читала о его достижениях в покорении высоких пиков. Пять вершин Эвереста с южной и северной стороны, а также множество первых восхождений на менее известные вершины Каракарума и Ант. Он много лет работал проводником в высотном экстриме, одной из всемирно известных компаний, организующей коммерческие экспедиции. Но потом ушел оттуда, чтобы основать собственную компанию горные восхождения Манерса. Дуг прославился серьезным подходом к подготовке и особым вниманием к безопасности. Рядом с ним Мингма выглядел ничтожеством, но Сесили знала, что он пятнадцать раз покорял Эверест. Ей было трудно представить, сколько отваги требуется для подобного. «Все готово?» – спросил Дуг. «Думаю, да». Она открыла распечатанные и вклеенные на первую страницу записной книжки перечень экипировки и дала мужчинам возможность осмотреть снаряжение, аккуратно разложенное на двуспальной кровати. За утро Сесили уже раз десять все проверила, тщательно ставя галочки напротив предметов, которые должна была иметь с собой. Все было на месте, ничего не забыто. На этот раз она будет в полной готовности. «Как ты себя сегодня чувствуешь?» Мингма подмигнул. Вчера он помог ей добраться до гостиницы, указывая направление таксисту Непальцу. «Замечательно!» Сесили выдавила улыбку, и он, похлопав ее по руке, не стал углубляться в данную тему. Дуг критическим взглядом окинул ее снаряжение и экипировку. Поднял ботинок и осмотрел подошву. Эти тройные ботинки были огромными и наиболее подходящими для восхождения на восьмитысячник. Желтые гамаши доходили до колен. Ботинки были девственно чистыми, неношенными. Они предназначались для того, чтобы защитить пальцы от обморожения при низких температурах, но сидели на ноге так свободно, что внутрь пришлось вложить дополнительную стельку. Почти вся экипировка для высотного альпинизма, костюмы и ботинки, изготавливалась на мужскую фигуру. Пришлось подгонять ее под себя. «Еще раз спасибо, что взял меня в экспедицию. Наверное, странно вести с собой группу. Я знаю, что до этого ты помогал Чарльзу в его миссии в одиночку». «Всегда пожалуйста», — сказал Мингма и улыбнулся. При этом его жидкие усы приподнялись и коснулись носа. Его радушие являло резкий контраст с ворчаливым недовольством Дуга, который нахмурился еще сильнее, перейдя от ботинок к ледорубу. «Надеюсь, с этим все в порядке. Я по интернету нашла лучшее снаряжение для альпинизма. У него были хорошие отзывы». «Пойдет. То, что обхватывает ноги, было бы лучше». Сесили покраснела. «О, я не знала». «Надо было спросить. Интернет не спасет тебя на восьми тысячах метров». Дуг, осторожно, чтобы не перепутать петли, положил привязь обратно на кровать. «Обычно, когда руковожу экспедиции, я беру лишь альпинистов с правильным опытом. Нельзя предугадать, когда гора нападет на тебя. Там ты рискуешь не только своей жизнью». «Моя последняя попытка восхождения научила меня этому», — сказала Сесили, подавляя дрожь. «Между прочим, я писала об этом в блоге. Не знаю, видел ли ты». Лицо Дуга осталось бесстрастным. «Я не очень-то поддерживаю отношения с интернетом». «О, понимаю. Я просто подумала, что ты мог видеть мою статью, поскольку Чарльз говорит, что именно из-за нее он пригласил меня в экспедицию». Сесили была одновременно смущена и довольна тем, что подняла эту тему. Хотя бы один человек из группы не читал ее печально известный вирусный пост «Неудавшееся восхождение». Рассказ о полной неспособности достичь вершины. Когда Зак понял, кто она такая, настоял на том, чтобы купить всем еще по одной порции выпивки. «Похоже, здесь все в полном порядке. Нужно проверить остальных», — сказал Дуг. «Когда упакуешь вещи, оставь сумку в комнате. Мингма заберет ее. Встречаемся в вестибюле ровно в 11.00 и сразу выдвигаемся в аэропорт». Сесили подобралась. «Ясно». Она оглядела все то, что предстояло упаковать, и поймала взгляд Мингмы. «Думаешь, я набрала слишком много?» Мингма расхохотался. «Ты бы видела список мистера Зака. Наверное, он захватил с собой на вершину даже фотоальбом своих детишек. А ты что берешь?» Сесили пожевала нижнюю губу. «Если честно, я об этом не думала». «Не думала?» Мингма ошарашенно захлопал глазами. «По всему Тамелю продаются флажки. Может, купишь один? У тебя еще есть немного времени». «Да? Отличная идея, спасибо». «Я закончу здесь и сразу пойду». Шерпа склонил голову и вслед за Дугом вышел из номера. Сесили сложила одежду в органайзеры, убрала их в сумку и снова проверила все вещи по списку. Флажка для вершины не было. Естественно, у нее должно быть что-то, что она донесет до вершины, с чем ее запечатлеют на фотографии. Почему же она не подумала об этом раньше? Ответ появился, когда Сесили шла по оживленным улицам. «Потому что ты сомневаешься, что у тебя получится». «Потому что я считаю, что у тебя получится»